Вместо крещенских морозов снегопады. Во вторник ивановцы получили смс-уведомление от МЧС с предупреждением о возможных заторах на дорогах и ДТП в связи с надвигающимся на область циклоном. На борьбу со снегом было брошено более 20 единиц техники, но оказалось предупрежден, не значит вооружен. Жители города, несмотря на все усилия мэрии, качеством снегоуборщих работ недовольны. На Багаево тоже дорога не особо. В спальных районах вообще не очищено. По центральным более-менее. Центральный. Это проспект. Чуть-чуть уберут. Другой проспект. А больше нигде не убирается. А сейчас ехать в любую сторону съехать. Все. Труба. Центральный это очищенный более-менее. А центральный чуть-чуть подальше и все уже. Снегопадание. Ночью хорошо чистить, днем никак. Днем приходится вот по этой жиже ползать туда-сюда. Ну жестко, жестко. Особенно во дворах. Во дворах там вообще все плохо. Они убирают. Снега много на дорогах. Отвратительно. Вообще ничего не чистят. Днем не чистят, вечером не чистят. Очень много снега, заносы на дорогах. Очень много аварий. Из-за этого вчера пробки очень серьезные были. Ну плохо на самом деле. В ночь с 19 на 20 января из города было вывезено более 1200 кубометров снега. Как нас заверил директор специализированной автобазы жилищного хозяйства, в среду на дорогах города никакой экстренной ситуации уже не было. На сегодняшний момент в городе задействовано порядка 30 единиц, 25 из которых комбинированы дорожные машины, которые обрабатывают сейчас проезжую часть противоговоренным материалом, 4 единицы тротуарной техники и несколько единиц тракторов, которые работают по заданиям. Что касается пика разгула стихии, который пришелся на вторник, по данным управления ГИБДД по Ивановской области, 19 января было зарегистрировано 40 аварий с материальным ущербом и 3 ДТП с пострадавшими. Однако даже эти цифры не дают полноценную картину дорожной ситуации во время снегопада. С лета 2015 вступила в работу система Европротокола. Теперь водители не всегда обязаны обращаться за помощью при оформлении ДТП к сотрудникам ГИБДД. Обращений было достаточно много, потому что в среднем сейчас обращаются примерно 15 водителей по фактам ДТП, а вчера эта цифра была 40, сегодня уже 20, то есть выше среднего обращения. Бороться со снежными заносами водителям придется еще как минимум сутки. По данным Росгидрометцентра, циклон покинет территорию центрального региона 21 января.